друзья привет во время съемки очередного видео возникла необходимость сделать отверстие большого диаметра в этом куске металла конечно можно воспользоваться угло шлифовальной машины но у меня с нового года имеется плазморез это аврора air hold 45 с его помощью на эту работу уйдет буквально пару минут но чтобы отверстие получилось ровным сделаем к нему приспособление для этого у себя в хламе отыскал вот такую магнитную площадку если я не ошибаюсь она от автомобильной антенны также прикупил подшипник 6205 увеличенную гайку и 3 барашковых болта с резьбой 5 миллиметров еще будет нужен ровный пруток я например взял от принтера для начала изготовим каретку с роликами для горелки для этого снимаем размеры и отрезаем пруток нужной длины далее идем с этим прутком за токарный станок здесь сделаем проточку под посадку подшипника и сквозное отверстие для горелки вот такая деталь получилась в итоге из этого кусочка изготовим корпус будущей каретки устанавливаем его в обратные кулачки токарного патрона и производим черновое растачивание посадку под подшипник сделал с хорошим припуском а пока заготовку переустановим в прямые кулачки на разжим обработаем наружный радиус и подгоним деталь по высоте далее проточим внутреннюю часть в размер и снимем фаски вот так будет выглядеть наш бутерброд перед запрессовкой подшипника нужно просверлить в этих деталях все необходимые отверстия корпус также немного профрезеруем с двух сторон в этих местах будут крепиться колеса и и на этом этапе решил не устанавливать барашковые винты так как пользоваться ими когда весь механизм будет собран будет неудобно вместо них изготовлю винты с накаткой каждый раз когда устанавливаю эти прутки в патрон станка вспоминаю одного из подписчиков и хочется еще раз сказать огромное спасибо за щедрые подарки кириллу отделову с изготовлением винтов все просто протачиваем в нужный размер нарезаем резьбу м5 а затем производим накатку и срезаем предварительно сняв фаски просто протянуем ну и 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 Вот так выглядит теперь наша деталь. Горелка входит довольно плотно и фиксируется без перекосов. Теперь можно сходить к прессу и собрать всё в кучу. Далее вычислим диаметр колёс. В моём случае он 22 мм. Колёса также сделаем на станке. Вспомнилось выражение «хорошая мысля приходит опосля». Почти отрезал первое колесо и решил сделать небольшую накатку. Думаю, так сцепление будет намного лучше. Немного доработаем чашу магнита. Расточим отверстие 14 мм. На моё удивление заводское отверстие оказалось соосным. За кадром для магнитного основания изготовил вот такой винт. Конус на нём нужен для выставления размеров. Дальше всё увидите. Далее в увеличенной гайке сделаем отверстие под пруток. Сначала делаем пилотное отверстие маленьким сверлом, ну а потом рассверлим. Для фиксации прутка в гайке также изготовим винт с накаткой. Конечно же из моего любимого металла – латуни. Процедура нам уже знакомая и комментировать тут особо нечего. Вот такая красота у нас получилась. Осталось соединить две половины нашего инструмента. Для этого придётся к основанию каретки приварить небольшую пластину. Для сварки на обоих деталях снимаем фаски и вперёд. Для эстетики шов сотрём фибровым диском. Ну а теперь разметка в лучших традициях диайвая. Правда толстого маркера у меня не нашлось. На краю штока нарезана резьба М6, а значит в этом кронштейне её также нарежем. Теперь по технологии всё загрунтуем и покрасим. И в итоге вот такая красота у нас получилась. Самое время всё испытать. Первым делом регулируем высоту горелки на ровном основании. Выставим нужный нам радиус. Диаметр круга у нас должен получиться 180 мм. Первая попытка неудачная, потому что кто-то забыл прицепить массу. Со второго же раза, всё получилось. Размер круга 180 мм, как и было задумано. Ну а теперь вырежем в детали, ради которой всё это затевалось. Тут придётся вращать заготовку, чтобы не испортить стол. Отлично! В самый неподходящий момент выключили электричество. Всё получилось довольно неплохо. Останется снять лишний шлак. И готово. Кстати, как думаете, зачем мне эта деталь и что мы будем делать в ближайших выпусках? Пишите об этом в комментариях. А с вами был, как всегда, я, Михаил. И это канал Добрый Мастер. Пока-пока!